Красиво оправдался. Такая тема нашего сегодняшнего эфира. А вообще нужно ли оправдываться? Нужно ли тем самым признавать свою вину, как говорят психологи? И вот сегодня мы поговорим про вот такие ошибки с нашей гостью, преподавателем кафедры общей и социальной психологии Уральского федерального университета Анастасией Степановой. Доброе утро, Анастасия Александровна. Доброе утро. Да, ты практически начал оправдание. Действительно, мы иногда попадаем в такие ситуации, где оправдываться нужно или все-таки не нужно. Но все курьезы попадали, все опаздывали, так бывает в жизни. Но это правильно все-таки выходить на этот диалог оправдания или лучше себя вести с точки зрения психологии как-то по-другому? А тут вопрос, что понимать под оправданием. Потому что есть понятие оправдания, когда мы пытаемся как-то объяснить правдиво или ложно то, что мы сделали или не сделали. То есть уже чувство вины подключилось в этот момент? Абсолютно верно. Это, в общем-то, одна из основных причин, почему мы оправдываемся. То есть мы чувствуем себя виноватыми и пытаемся как-то эту вину, может быть, даже переложить на что-то или на кого-то. На какие-то внешние обстоятельства или на других людей. Типа, я не сделала, потому что он там опоздал, например, или еще что-то в этом роде. Почему? Не виновата я, я. В этот момент на меня их дозволю. Потому что вот он. Потому что вот он опоздал. Хорошо. Ну а что о нас говорит вот само явление о желании оправдаться? Во-первых, тут причина может быть в том, что человек может быть боится. То есть есть какие-то внутренние страхи, может быть, даже неуверенность в себе, комплексы, сомнения и так далее. То есть я пытаюсь как-то оправдать себя и перед самим собой в том числе. То есть первое, что можно сказать, потому что человек либо не уверен в себе, и тем самым пытается оправдаться. И бывают же такие ситуации, что мы оправдываемся не перед каждым человеком. Ну то есть есть определенный тип людей, которым ты смотришь в глаза и думаешь, да я не виновата, я я. А есть другой тип, когда ты смотришь на него как на Ка из мультика Маугли, и ты ничего не можешь сказать. И даже принять какой-то ошибки своей. Вот это как раз вторая причина. Действительно, мы оправдываемся перед определенными людьми. Это значит, что эти самые люди, перед которыми мы оправдываемся, они ведут в отношении нас себя достаточно агрессивно. И мы уже защищаемся от них. Мы чувствуем, что нас нападают. Это психологическая, да, какая-то защита? Да, абсолютно верно. Это психологическая защита, и я чувствую, что на меня нападают, мне нужно как-то защищаться. Я защищаюсь оправдываем. А есть ли механизмы, потому что мы все с вами прекрасно помним из детства, по крайней мере, даже если ты говоришь правду, но из-за неуверенности, когда на тебя человек нападает, вот это психологическое давление идет, твой голос дрожит, все это выглядит максимально нереалистично, и ты сам перестаешь, и тебе не верят, и ты сам перестаешь верить в то, что ты говоришь. Вот есть какие-то механизмы, как все-таки верно себя вести, чтобы сохранить свое лицо, достойно выйти из ситуации, даже если ты в нее случайно попал. Как правильно признать свою ошибку? Вот это как раз то, что называется не оправданием, а объяснением или пояснением. Когда я не просто оправдываюсь, а я объясняю, что произошло и как я вижу ситуацию. Вообще есть такое понятие в психологии, как ассертивность. Ассертивное поведение, иначе оно называется, если совсем на русский язык перевести, уважительное поведение. То есть уважительное по отношению к себе и по отношению к другому человеку. Когда я оправдываюсь, я защищаю себя. А когда я поясняю свою позицию, я забочусь о другом. Потому что я ему проясняю ситуацию, как она произошла, ведь человек может меня неправильно понять. Это зависит от скорости, например, оправдываюсь это уже после того, как тебе задали вопрос, и тебе нужно объяснять. А вот какие-то пояснения, это ты первый вступаешь в диалог. В этом есть различие, потому что на словах практически, но я грань не чувствую. Как вот верно это распознать, что ты все-таки не оправдываешься, а объясняешь, что произошло с общественным транспортом. Где вот эта вот грань между ложью и правдой? Здесь тоже вопрос, да, зачем нам нужно понять, оправдывается человек или нет. Если мы хотим его пожурить, писали, ай-яй-яй, ты сейчас оправдываешься. Да, это одна история. Наверное, это не очень конструктивно. И такая ситуация, когда я пытаюсь обвинить другого человека в том, что он оправдывается, это только приведет лишний раз к конфликту. Да, поэтому всегда нужно настраиваться как раз на эту ассертивность, быть готовым к тому, что человек, я могу неправильно понять человека, он меня может неправильно понять. И, соответственно, мне нужно объяснить и разъяснить свою позицию и выслушать его. Так, чтобы мы находились как бы в одном информационном поле и поняли друг друга правильно. А мы всегда видим ситуацию по-разному, и все люди по-разному воспринимают в том числе информацию. То есть, если я хочу, чтобы меня правильно восприняли, то нужно диалог состроить на равных? Абсолютно верно. Взрослые-взрослые, так называемые. Это отлично, но когда, например, ты начальник, ты все равно чувствуешь себя чуть-чуть взрослее и чуть-чуть опытнее и более могущественным. Как понять, если к тебе сотрудник пришел, что он говорит, например, правду? Ну или ребенок, что он действительно говорит те слова и те факты, которые произошли. Вот разница. Какой разброс начальник и ребенок. А это примерно одинаковое. Мне очень интересно сейчас послушать ответ. Ну, мы просто спрашивали с другой стороны, как оправдаться и как не выглядеть. А вот к человеку, которому это все рассказывают, как ему понять, что человек тебе в лицо не врет, что это действительно правда? Не сказать, что это очень просто. И даже есть ведь отдельное направление профайлинг, которое занимается объяснением поведения человека, его невербального поведения и так далее. И мы все знаем, что вроде как, если человек берется за нос и чешет нос, то он, наверное, обманывает. Еще кто-то смотрит в правый, по-моему, или левый угол. Ну, тут какие-то, да, все невербальные вещи. Да, на самом деле все это очень сложно определить, потому что к невербальному поведению тоже нужно подходить системно. Да, и если несколько знаков было, то, возможно, человек оправдывается. А может, у него в правду просто чешется нос. Или он просто не уверен, как вы уже сказали ранее. И поэтому он как-то вот себя неловко. Или замерз. Тоже же холодно. Ну, какой-то неинтересный разговор у нас. Хорошо. Есть ли вот прям действительно какие-то советы? Три дайте, пожалуйста, совета. Как вести себя при позиции, что вот я не прав, я не прав, но выслушайте меня, пожалуйста. Во-первых, правильные формулировки, так называемые речевые стратегии. То есть просто правильно озвучивайте свои мысли. Да, если вы понимаете, что человек на вас как-то наезжает, да, можно спокойно сказать. Так, послушай, мне кажется, я неправильно выразился. Позволь, я спокойно еще раз объясню ситуацию, которая произошла. Это работает даже если ты ребенок. Потому что я думаю, что дети часто с этим сталкиваются, если мы им дадим возможность. Подожди, ну у детей еще пока нет такого опыта житейского, как у тебя. А потому что дети, они же откуда берут? От родителей, безусловно. Абсолютно верно. Поэтому родителям нужно себя так вести. И сейчас даже, да, говорят о том, что всегда же нужно с детьми разговаривать и вести переговоры. Ведь таким образом... Договариваться, безусловно. Я даже знаю, что нужно сесть на уровень ребенка для того, чтобы он почувствовал равноправие между дворами. Абсолютно верно. Еще впереди у нас два совета. Давайте, каратенчик. Второй совет – это всегда настраиваться на будущее. То есть оправдание – это же прошлое, да, потому что и так далее. Вы всегда думаете, зачем? Зачем я вообще это говорю? Зачем я это говорю и что я хочу в будущем? Соответственно, какой результат я жду, к какой цели я иду? Соответственно, да, делайте и говорите то, что приведет вас к этой цели. Ну и третий совет – просто чувствуйте себя уверенно, работайте над собой. Возможно, да, многие люди сейчас нас слушают и поймут, что у них есть какие-то внутренние страхи, может быть, комплексы, да, и здесь нужна более глубокая работа с психологом или, возможно, даже с психотерапевтом. И в этом нужно себе в первую очередь признаться. Какой классный глубокий посыл. Анализ. Анализ всего буквально за несколько минут. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Я уверена, что это утро большинство наших телезрителей проведут из чувства собственного достоинства, даже если опоздают на работу. Да, пускай это будет такое малое оправдание тому, что произойдет. Спасибо.